Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Вижу, что тема семейных отношений во втором браке очень многих из вас зацепила. Видео вышло уже сколько? Три недели назад. И комментарии приходят ежедневно по сей день. Девочки, вот что касается зависти. Я заметила, что под негативными комментариями многие из моих зрительниц отвечали, что завидуй молча или вообще не завидуй. Девчонки, я здесь не могу согласиться на 100%, что это какая-либо зависть. Дело в том, что одни женщины пишут откровенно, что ну да, вот, но не сложилось. Бывшая жена там начала влазить в отношения, что она там звонит, а муж как щенок за косточкой бежит, отвечает на ее телефонные звонки. Мне это порядком надоело. У кого-то дети мужа не приняли категорически новую жену прямо вот. Ну, вы можете сами почитать, что вот одной из женщин прямо в глаза сказали, что ты здесь никто и звать тебя никак. А у других, чтобы вот так откровенно признаться, не хватает смелости, поэтому они переводят стрелки, что это там какая-то Лиля или какая-то Маша, или какая-то Света, вторичная жена, как мне писали, там, приживалка, чужая, гостья в чужом доме, приехала в примы. Просто понимаете, когда у человека так, то он не может понять, что у кого-то другого может быть по-иному. Я смотрела когда-то интервью с психологом, очень, кстати, интересное. И у нее было несколько гостей, одна из женщин рассказывала, что она жила в семье, где дедушка бабушки изменял, в конце концов ушел. У мамы такая же ситуация. И она долго не могла решиться выйти замуж, потому что боялась повторения вот такой вот истории. И когда все-таки она вышла замуж, она несколько лет ждала, когда наконец-то случится эта измена. Сама в голове себе прокручивала все варианты, просматривала его рубашки. Ну, короче, делала так, как делали ее мама и бабушка. И поэтому, когда женщины живут вот так вот в приживалках или считают себя там вторичной, третисортной женой, они думают, что по-другому быть не может. К сожалению, это так. И зависть, ну, мне кажется, здесь зависть абсолютно ни при чем. Как ты могла, будучи в качестве невесты, наводить порядки там в чужом доме? Ну, я вам расскажу более подробно. Я понимаю, что не все на моем канале 10 лет и не все знают, как все это было в самом начале. Дело в том, что в качестве невесты я была неделю или около этого. Раньше было намного сложнее. Сейчас, как вот я общаюсь с девчонками, которые выходили замуж даже 3-4 года назад, эта процедура намного упрощена. Сначала ты подаешь заявку на подачу документов для визы невесты. И потом ты ожидаешь, когда посольство тебе пришлет приглашение там на определенную дату, на определенное время, когда ты можешь приехать и подать свои документы. Так вот, у нас этот период, не знаю, как у других, он затянулся. И до свадьбы оставалось уже 2 недели. И я помню, что Пьер звонил в посольство и спрашивал, в чем проблема у нас. Мы же, дата свадьбы уже все назначена, уже все в мэрии, все в курсе, гости приглашены. А мы даже не знаем, будет ли это вид за невестой или не будет. И если такая ситуация, то объясните хотя бы причину, ведь вы даже документов, короче, не видели. И получилось так, что мне за неделю, нет, чуть больше, недей, наверное, 8-10 было до даты бракосочетания. Мне только дали визу, дали дату, вернее. Ты утром приезжаешь, подаешь документы до обеда, а потом после 14 часов ты ждешь, когда там всем вам, ну, нам вынесут эти документы и скажут, получил ты визу или не получил. Так что было вот так вот. Я приехала, у нас все это было, вот, не успела приехать. Сразу на следующий день мы начали с Наташей, это дочка моего мужа от первого брака, с другими родственницами, с его сестрами, мы подготавливали все, потому что времени было очень мало. И как бы я из статуса невесты очень быстро перешла в статус жены. И второе, девчонки, вот, как представила там кастрюльки, сковородки, как ты могла там вещи разложить в свою шкафу, вы представляете дом холостяка, который не умеет и который не любит готовить. Несмотря на то, что у моего мужа было закуплено, и у него и миксеры всякие были, и разные приспособления для приготовления еды, но все это, некоторые вещи даже вообще стояли запакованные в гараже, некоторые были, ну, там кастрюлька, там сковородка, там то-то, то-то. Ну, понимаете, когда нет в доме женской руки, и человек пришел мужчинам, там раз, помылась в посудомойке, поставил куда-то чистое и чистое, а где оно стоит, ему все равно, потому что он не готовит. И когда я приехала, естественно, то же самое было и в ванной комнате. Мы едем делать закупки, и там пенка для бритья, там или какой-то шампунь, или там какая-то вещь, и он там покупает, а дома это уже было, и при том было даже не в тех количествах, которые вот у меня сейчас там, ну, две-три бутылочки шампуня стоят, потому что каждый разным у нас пользуется. И, а так вот он закупает, закупает, и я все это органайзеры, при том были тоже сложены, куплены сложены, стояли в гараже, и я все разделила, вот здесь вот там зубные щетки, зубные пасты в одной отдельной коробке, ну, мебель, ну, как у всех у нас, это нормально, где все это хранится, но все это было вот так вот, и я все организовала так, чтобы было удобно не только мне, но и всем. Плюс к тому, продуктов, кстати, это тоже самое касалось, тоже все там, у нас были такие стеллажи в гараже, и складывалось там тунец, томатная паста, рис, макароны, все вот так вот, купил, поставил, кинул, короче говоря, не поставил, даже кинул. И, естественно, как любая нормальная женщина, которая приехала не в гости, девочки, ни муж к жене в гости не приезжает, когда они собираются жить вместе, ни жена в гости на время, гости это временное понятие, ты пришел в гости, погостил и свалил, тогда откуда вот ты пришел, а когда ты выходишь замуж, и ты должна, ну не знаю, для меня это нормально налаживать быт, быт это не мужчина, который там все устраивает, ну не знаю, возможно, есть у кого-то такие мужья, которые, ну мой не такой, у которых все и так вот было по полочкам разложено. Единственное, вот, что было в идеальном порядке, я даже испугалась этого, у меня есть старое видео, я об этом уже рассказывала, мои давние подписчики видели и слышали, о чем я говорила, это шкафы с одеждой, поскольку один раз в неделю приезжала женщина, она забирала рубашки, ну для глажки, вещи для глажки, и два раза в неделю к нему приходила домработница, которая делала генеральную уборку, там, конечно же, раз в неделю они там пылесосили, что-то делали, но вот чтобы с окнами, чтобы с пылью, чтобы там отодвигать все вот эти диваны и так далее, это приходила женщина. Так вот, вещи в шкафу, это был идеальный порядок, я вот сейчас, конечно, ну стараюсь его поддерживать, но, честно скажу, не всегда у меня это так идеально получается. Рубашки были развешаны, вот, начиная от белой, и вот светло-бежевая, там, светлая, ну, как вот, от светлого к темному, вот, светло-голубая, и до темно-синей, до черной. Конечно, когда я открыла шкаф, думаю, боже, это ж надо, какой мужчина, что же я буду делать, как же он, ну, это вообще супер. Как оказалось, что это просто, ну, человек, профессионал, который этим занимается, поэтому там был вот такой вот идеальный порядок. И дочь не жила, у нее уже своя семья была, у нее был свой дом. И вот тоже осуждали, вот, ну, как ты там могла ведь, ну, как бы, это ее дом? Нет, девочки, это не ее дом. И очень хорошо, что я, вернее, мы с ней поговорили во время, в самом начале, а не кто там, ну, я не таилась, что вот мне не нравится, я там буду какую-то обиду, злость стоить. И мы решили все вот эти проблемы. Я объяснила, что это, ну, как вот, когда мы разговаривали, она мне сказала, ну, ну, это, ну, какая-то такая, наверное, ревность. Она первенец, она самая любимая доченька на тот момент была, как бы девочка, ну, для папы всегда девочка, 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 ну, детеночек самый-самый, цветочек самый любимый. И, понимаете, когда вот разводятся мужчина и женщина, и появляется там или у мамы друг, приятель, с которым там мама встречается или там может живет, или у папы подруга, с которой он встречается или живет. Дети, даже взрослые, на это реагируют более равнодушно, более спокойно. Но когда один из родителей оформляет новые отношения официально в браке и появляется новая жена, конечно же, меньше внимания, появляется какая-то ревность, что вот раньше там все выходные с нами были, а здесь вот взял куда-то с вот этой новой женой поехал. Вы понимаете, мы очень спокойно, очень по-доброму, по-женски даже могу сказать, это все обсудили и решили, что я не претендую на внимание, которое отец будет оказывать детям. И я никак здесь, ну, чтобы не пугали, что вот я вот забрала все, теперь это мое, и вы там где-то как-то. Нет, что ваше время – это ваше время. Любовь отца к дочери – это одно, любовь мужчины к женщине – это другое. И слава богу, мы все это выяснили, слава богу, мы все это решили. И еще, что вот я хочу сказать, тоже девочки спрашивали, как, что, к чему, и писали, что вот я там мужу говорю, я мужу говорю, а он там начинает злиться и никакие проблемы со своими детьми не решает. Я никогда мужу не говорила о каких-то там моих трениях с его детьми, и я старалась решать все это напрямую. Или же, если муж тоже вот в этой ситуации замешан, мы решали не так, что я там только с ним, а все вместе. И когда ты, что-то тебе не нравится, что-то тебя не устраивает, или там тебя обидели, посмотрели не так, сказали не то, переставили не так, бежишь к мужу, и я обедничаю. Бежишь, ой, там какая вот такая, или какой там такой, вот он там поступил так, меня там бедненькую, несчастненькую обидел. Нет, это, ну, из этого хороших отношений не получится, потому что нужно понимать, муж это не арбитр между тобой там и кем-то. И ему тоже сложно, потому что он любит и своих детей, он любит и тебя. Он не хочет обидеть ни их, ни тебя. И поэтому, если возникают какие-то вот такие вот сложности, то старайтесь их спокойно, обсуждая, не крича, не упрекая, решать напрямую, а не через мужа. Вот это вот, ну, самое лучшее решение, на мой взгляд. И да, очень большую роль играет поддержка мужа, особенно в первое время. Потому что, ну, нормальный человек, он понимает, насколько тебе сложно, бросив всё там, работу, квартиру, друзей, привычную жизнь, культуру, в которой ты выросла, традиции какие-то. И начинать всё практически с нуля на новом месте. Мне в этом плане тоже повезло, поскольку, когда Пьер приезжал, вот мы, так сказать, встречались в течение года, прежде чем зарегистрировать отношения официально. И он очень часто приезжал в Украину. Мы ездили, практически всю Украину за этот год объездили. И мне приходилось всё ему объяснять, потому что у нас было всё по-другому, чем у них. И как-то я, ну, для себя никакой галочки в этом плане не ставила. Но когда я приехала во Францию, то он делал то же самое, даже больше. И я говорю, это же надо, какое у тебя терпение. Ты со мной носишься, как, ну, с маленьким ребёнком, который ничего не знает, не понимает. Он мне говорит, ну, так это же нормально, когда я приезжал в твою страну, ты ведь делала то же самое. Так почему я? Значит, брошу тебя, знаешь, посреди речки и выплывай, как хочешь. Поэтому, девочки, знаете, всё вот так вот, если всё нормально, если нормальный мужчина, который понимает свою ответственность, не так, что ставит тебя, вот, ну, как вы пишите, там, приживалка или ты гостья. Какая гостья? Мне чисто по-женски очень жалко женщин, ну, у которых мужья, наверное, ну, по-другому относятся и дают им себя чувствовать или гостей, или приживалкой, или непонятно кем, домработницей, вернее, даже никак не до уборщицей. Вот уборщицей мне писали. У меня никогда не было ни одной причины чувствовать себя кем-то другим, кроме как женой. Поэтому, девочки, желаю всем женского счастья, чтобы у вас были хорошие отношения и с мужьями, и с их детьми от первого брака, и с их женами предыдущими. Были от вас вопросы в комментариях по поводу предыдущей жены, что спрашивали какие-то проблемы, там, настраивала ли детей, как отреагировала. Я не знаю, как она отреагировала, потому что никаких проблем она мне не устраивала. Возможно, это потому, что они давно уже были в разводе, и если даже кому-то, другим, там, женщинам до меня она какие-то проблемы устраивала, меня это обошло стороной. Детей тоже не настраивала. Я об этом уже говорила, поскольку, ну, у них не очень хорошие, ну, нет близких отношений, так скажем. Ну, тему эту я не обсуждаю, как бы это не моя история, и считаю, что, ну, это будет просто некорректно. Ну, что, мои хорошие, надеюсь, что ответила на вопросы, которые вас интересовали, объяснила, почему я разложила эти несчастные кастрюли-сковородки. Я вообще, знаете, даже не думала, что настолько будет такая реакция на такие банальные вещи, которые, ну, для меня казались абсолютно нормальными. Ладно, всем желаю хорошего настроения, мирного неба, женского счастья, ну, и, конечно же, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова